МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. В пятницу ездил специально по городу, смотрел. Все плохо. Снега нет. Снег еле-еле падает с неба. И у нас уже везде все забито полностью. Глава региона раскритиковал работу коммунальных служб. На оперативном совещании обсудили состояние дорог в условиях непогоды. У нас принимает здесь участие и Камчатка, и Калининград, Красноярск, Тула, Москва, Сахалин. Все города и все неравнодушные люди, которые могут сюда прислать посылочки. В этот раз к волонтерам присоединился и фонд «Поколение». Какую поддержку удалось оказать нескольким сотням военных. По результатам соревнований у нас три человека попали в основной состав сборной России, и трое попали в лидер. Победы наших боксеров сразу на двух всероссийских турнирах. Познакомились с чемпионами. В Белгородской области наступила как климатическая, так и календарная зима. Особо напряженный период для коммунальных служб. Об эффективности их работы говорили сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства региона. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, несмотря на небольшое количество осадков, ситуация на дорогах неудовлетворительная. В пятницу ездил специально по городу, смотрел, все плохо. Снега нет, снег еле-еле падает с неба, и у нас уже везде все забито полностью. Люди ломают ноги, бьется транспорт. Только из-за того, что глава некачественно выполняет свою работу. С какой стати стоит сломанная техника? То есть, выпал снег, это фактически мы в рамках боевых условий с вами. У вас должна быть мгновенно, в течение суток, должны все машины быть исправлены. Кому непонятно. Вы не космические ракеты ремонтируете. И все доклады, они, Сергей Владимирович, на самом деле парадные. Тратим бюджетные деньги, сумасшедшие, 2,5 миллиарда. Я не вижу улучшений существенных. Глава региона подчеркнул, обрабатывать противогололедными материалами дороги необходимо за несколько часов до выпадения снега, своевременно ориентируясь на прогноз погоды. А это делают, увы, не во всех муниципалитетах. По словам мэра Валентина Демидова, в областной столице такую работу проводят, а вопрос с техникой решаемый. Сегодня одна машина в ремонте. То есть, это нормальная ситуация. Они же у нас КДМ-ки круглогодичные. Одна, согласен. Но 6 машин, это очень много. У нас 6 машин, это в течение суток они восстанавливаются. Это замена резинок, шланги и так далее. То есть, проблем нет с техникой, готова полностью. Единственная машина одна у нас сейчас находится на техобслуживании. У нее сломался двигатель. Но это из старой техники, соответственно. Вячеслав Гладков добавил, качество работы коммунальных служб оценивают жители. По информации ЦУРа, почти за две недели жалобами обратились более 1200 человек. В 80% случаев они касались очистки дорог. Остальные – некачественной уборки дворов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Правда, есть и позитивная динамика. В некоторых муниципалитетах, например, в Рокетянском, число обращений сократилось с 20 до 1. Но губернатор отметил, положительно оценить работу по уборке снега не может. Понятно ожидание людей. Идет снег, мы не хотим, чтобы у нас под колесами что-то было или под ногами. Но вижу сам, что техники на улицах недостаточно. Поэтому предложение следующее – на 10% увеличить привлечение техники в населенных пунктах. В первую очередь в городах крупных. В Белгороде, Старомосколе, Губкине, Строители и Алексееве. Руководитель субъекта поручил провести работу над ошибками. Сформировать четкий регламент. Очередность уборки улиц, количество задействованной техники и довести это до жителей. Также после каждого обильного выпадения снега теперь будут проводить анализ эффективности. Вплоть до идеальной. Помимо вопросов, связанных с усилением работы коммунальных служб, обсудили и эпидобстановку – зимающий период обострения вирусных заболеваний. По данным регионального Минздрава, область перешла порог по РВИ и гриппу. За неделю суммарное число заболевших выросло более чем на 5,5 тысяч человек. Ковидом – почти на 250. Основное распространение вирусов в учебных заведениях, в частности школах. Так, в регионе на карантин закрыли 48 классов. Ну и ситуация, как отметил министр здравоохранения, под контролем. Все необходимые меры принимаются. Одна из главных, конечно, вакцинация. На сегодня от РВИ и гриппа привились без малого 680 тысяч белгородцев. В тех школах, где есть медицинские работники, дано задание для того, чтобы они проверяли, мониторили всех заболевших. Также совместно каждое утро проходят фильтры для того, чтобы ни один ребенок, который заболел, не прошел в школу. Не секрет, что есть такие случаи, что родители отпускают детей. Хотя с небольшими признаками РВИ в школу, такие случаи есть, возвращаем обратно домой. У взрослых здесь работа в коллективах, для того, чтобы также не были взрослые на работе больные. В медицинских организациях нашел. То есть температурный контроль за взрослыми, за детьми в школах, в детских школах, в предприятиях. Проветривание помещений постоянно раз в 2 часа. Что еще? В медицинских организациях нашей области полностью везде мы принимаем масочный режим. В больнице, в лечебное учреждение мы только в масках. Наблюдается прирост заболевших и в стационаре. Так, например, в Старом Осколе за неделю плюс 40 пациентов. В детской областной больнице цифра увеличилась до 35. Однако общие показатели заболеваемости ОРВИ гриппом в регионе ниже, чем в среднем по России, добавил Андрей Иконников. Исходя из уровня заболеваемости, я согласен с Андреем Иконниковым, что контроль есть, меры предпринимаются. Да, сезонная заболеваемость никуда мы не денемся, к сожалению, растет, но меры предпринимаются достаточные. Здесь тоже перенапрягать население, перепрягать излишней нагрузкой, излишними ограничениями, все будут болезни воспринимать. Здесь уровень, конечно, сообразности в связи с угрозой. Далее об экономике. В Белгородской области продолжают реализацию нацпроекта «Производительность труда». К нему присоединились уже более сотни наших компаний. Оптимизировать процессы им помогают специалисты регионального центра компетенции. А теперь программа обучения пополнилась первой в стране фабрикой логистических процессов. Александра Харина продолжит. Александр руководит отделом складской логистики. За день обучения вместе с коллегами прошел три раунда. Команда комплектовала заказы на поставку материалов. Главное – добиться при этом максимальной прибыли для предприятия. Ничего не сложного, все интересное, все продуктивное, много новой полезной информации. Все, что можно будет применить, будем применять. Созданная по методике Федерального центра компетенции на базе Белгородского регионального центра компетенции фабрика логистических процессов – первая в стране. Ее открыли вместе с заместителем директора Федерального центра компетенции по обучению Ириной Жук и заместителем министра экономического развития и промышленности нашей области Владимиром Зябревым. Прошу всех очень активно и внимательно к этому мероприятию отнестись и дальше продолжить работу по поступательному движению, по повышению производительности труда на всех предприятиях Белгородской области. Участники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства в логистических процессах, а также учатся улучшать операционные и экономические показатели компании. Наш клиент приезжает к нам на территорию с заявкой определенной. Мы готовим груз, опять же, аппетеляруем первый склад, второй склад, третий склад и он возвращается к себе на территорию. Мы три минуты собрали, два заказа, третий уже наполовину готовый. Руководители проектов регионального центра компетенции успешно прошли тренерскую подготовку. Теперь готовы передавать свои знания участникам. Специалист номер один – это старший логист. Он выбирает транспортное средство, которое отправится за комплектующими и выбирает оптимальный маршрут. Новая фабрика поможет участникам национального проекта «Производительность труда» в том числе повышать на своих площадках квалификацию в построении логистических цепочек. Белгород – это один из регионов, которые во многих процессах впереди. Здесь очень сильная команда, здесь есть целевая аудитория, на которой нужно работать. Получится и сертифицировать тренеров. Сегодня мы открываем фабрику. И самое главное – обучение будет вестись на предприятиях области для того, чтобы повышать свою экспертизу в бережливом производстве. Предприятия, которые хотят присоединиться к нацпроекту «Производительность труда», могут подать заявку на его официальном сайте и пройти отбор. Александра Харина, Вадим Кулинич. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Продолжаем. В выпусках такого дня мы не раз рассказывали о солдатском привале – волонтерском пункте, где каждый боец может по-домашнему пообедать и найти дополнительное снаряжение. Туда привозят гуманитарную помощь со всей страны. К добровольческому движению присоединился и фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скотча. Обо всем подробнее в следующем материале. Работа в солдатском привале никогда не останавливается. Волонтеры разгружают продукты и вещи, сортируют их, отправляют машины за ленточку. У нас принимает здесь участие и Камчатка, и Калининград, Красноярск, Тула, Москва, Сахалин. Все города и все неравнодушные люди, которые могут сюда прислать посылочки. Сюда может прийти любой военнослужащий и взять, что ему необходимо из наличия. Но если чего-то нет, поступает заявка от командиров, и мы отрабатываем эту заявку уже. Недавно участники добровольческого движения собрали средства и приобрели 200 комплектов зимней формы. К волонтерам присоединился фонд «Поколение», благодаря чему удалось закупить еще 150 комплектов. Это бойцы противотанкового подразделения. Сейчас они активно укрепляют свои позиции. Большую часть времени проводят в окопах. Ведется строительство, углубляемся в землю, то есть столовая, то есть все блиндажи, все это все в земле. Большое спасибо, что помогаете. Форма нужна, она утепленная и как подменный форм тоже. Спасибо большое за зимнюю форму, она сейчас как раз пригодится, сейчас холодно, грязно. Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скотча помогает нашим бойцам с первых дней специальной военной операции. И, конечно, будет продолжать. Кирилл Мусаев, Александр Сысоев. Такой день на Мире Белогоря. В областном центре молодежных инициатив завершилась череда сезонных марафонов креативных событий «Свои в ЦМИ». На зимнем этапе для ребят проводили творческие мастер-классы, конкурсы, игры, выставки, танцевальные баттлы и даже показ мод. Каждый смог выбрать занятие по душе. К примеру, опробовать силы в рукопашном бое, научиться вязать снуд или узнать о правилах традиционной чайной церемонии. Что понравилось участникам больше всего? Подробности в нашем материале. Любимая песня в исполнении кавер-групп «Десять интерактивных площадок» и «Компания единомышленников». Так юные белгородцы провели один из уютных зимних вечеров. Тропическими нотками его разбавил показ коллекции Анжелики Заозерской «Цветы Африки». Художница рассказывает, писать картины и разрисовывать одежду – давнее хобби, которое помогает выплеснуть эмоции и избавиться от переживаний. На создание этой линии вдохновили воспоминания об отце. Папа у меня работал в Африке в советское время, присылала мне письма, я сейчас их читаю. И в одном письме я нашла засушенный этот цветочек, и папа пишет, это же цветы Африки. И я стала рассматривать в интернете, это какие-то уникальные совершенно, они необычные. А вот любители рукоделия на площадке мастер-классов плели снуды из плюшевой пряжи. Начальник отдела маркетинга ЦМИ Екатерина Несмачная рассказывает – отложила рабочие дела, чтобы поделиться с молодежью своим творчеством. Попалась интересная пряжа, решила попробовать. Сначала связала маленький пледик, потом снудик, и пошло как-то. Самые упорные – те, кто закончил изделие, забрали теплый головной убор домой. У меня дома была пряжа, но я как-то не решала все, и тут увидела, решила попробовать. Очень расслабляет, мне очень нравится. У меня все получается, увидел новое, решил научиться. Очень интересно. А рядом настоящая чайная церемония. Ее участники узнали, почему нужно промывать листья перед завариванием, какие разновидности существуют, что такое теин и как он влияет на организм человека. Периодически, во время чайных церемоний, мастера поливают просто глиняный чайник, чтобы подогреть. Мне интересна культура Китая. Это отличная возможность познакомиться с культурой. Тем более здесь очень много интересных тем поднимается. Во-первых, выходные классно провести, а во-вторых, ты погружаешься уже во что-то более интересное, а потом, если тебе понравится, ты углубляешься уже, идешь профессионально этим там заниматься. Также здесь можно было поболтать за чашечкой теплого напитка и нарисовать стикеры с любимыми героями. Вообще шикарно, посмотрите, какая у меня красота получается. Очень много возможностей, вообще круто, классно вообще, мне все понравилось. Ну а в концертном зале настоящая битва шоу ведущих. В конкурсе три этапа. На самопрезентации участники, проявив навыки ораторского и актерского мастерства, подготовили небольшое выступление. После начитки. Декламировали подготовленный текст в соответствии с его темой и жанром. А на импровизации воспроизводили разные ситуации с помощью определенных слов и фраз, на которые необходимо было опираться. Лучший ведущий получил приз 20 тысяч рублей. За второе и третье место 15 и 10 тысяч соответственно. И, пожалуй, самая зажигательная часть – танцевальный батл. Кроме того, в рамках марафона креативных событий подвели итоги фестиваля уличных культур «Мел» и наградили лучших участников. Анна Свидовская, Вадим Кулинич. Такой день на Амире Белогурья. К другим темам. Перенести тяжелую болезнь и доказать, что нет ничего невозможного. В столице региона впервые провели игры для победителей. Их организовали при поддержке правительства области. В центре адаптивного спорта «Вершина» на праздник собрались люди с неограниченной силой духа. Семьи с детьми, преодолевшими онкологические заболевания. Ребята из Белгорода «Липецкая Орла» в дружественных поединках показали себя в футболе, волейболе, дартсе, стрельбе и шахматах. Истории борьбы и долгожданного выздоровления в следующем сюжете. Лизе поставили диагноз ретинобластома, когда малышке было всего 6 месяцев. Рак сетчатки глаза лечили в столице. Долгих 2,5 года сложной терапии, операция. И вот спустя несколько лет девочка вместе с мамой и старшей сестрой участвует в спортивных состязаниях. После лечения ходили в центр реабилитации, он нам заменил детский садик, потому что я ее боялась в обычный отдать. Нас врачи предупредили, что нам болеть нельзя, там любая вирусная инфекция может вызвать рецидив. Мы там нашли друзей, мы там нашли родителей, ну большинство из них я могу называть и друзьями. На празднике и другие подопечные реабилитационного центра. Для них, помимо разминки и танцевального флешмоба, развлечения с любимыми героями сказок и аквагрим для самых маленьких. Мастер-классы, в том числе по шашкам и шахматам, а также различные соревнования. Дартс, пулевая стрельба, бадминтон и легкая атлетика – лишь малая часть состязаний на празднике победителей. Ребята с упорством профессиональных спортсменов проходят все этапы. Среди участников хрупкая линетта. Булезный эпидермолис ограничил девушку в физической активности. Но это не помешало ей стать одной из лучших в играх для победителей. Друзья, давайте попробуем! Линетте 17. Она учится на педагога, занимается волонтерством и никогда не унывает. Несмотря на первое место в дартсе, считает, главное – пробовать и не сдаваться. Я не понимала, сколько силы кинуть, насколько высоко. Много не получалось, но я покидала, подумала, ладно, хотя бы. Приняла участие. Но когда сейчас объявили, я удивилась, потому что не рассчитывала вообще на какое-то место. Свои умения показали не только дети. Родители также с большим азартом соревновались в футболе, волейболе и баскетболе. Поддержал участников вице-губернатор Белгородской области Андрей Мелехин. Ну, третье соревнование – победители нет. Победители каждый, причем, напомню, что дважды. Огромная благодарность всем сегодняшнему участнику за то, что они победили болезни. Второе – то, что они победили те самые предрассудки и доказали, что они люди с неограниченными возможностями духа. А это главное для нас. Этот праздник впервые в областном центре организовала общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». Ее руководитель Евгения Кондратюк уверена, такие события необходимы всей семье. Ведь после долгого лечения и реабилитации важно получать добрые, позитивные эмоции. Когда заболевает ребенок в семье, болеет вся семья. Болеют сиблинги, здоровые братья и сестры, которые остаются в какой-то период времени без внимания родителей. Болеют мамы, которые проводят часы, дни, ночи на пролету постели своих детей. Папы, которые переживают. Поэтому помощь и поддержка нужна всей семье. За очень короткий срок максимальное количество участников набрали в регистрацию. Пришлось даже дополнительно еще, потому что семьи очень просились. Игры для победителей планируют проводить ежегодно и привлекать участников из других регионов страны. Александра Харина, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. В завершении об успехах наших боксеров. С 21 по 26 ноября в Анапе проходили всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера страны Александра Аксенова. Масштабные состязания объединили 200 юношей из 48 регионов страны. Команда Белгородской области заняла первое и два третьих места. А еще один наш земляк привез золотую медаль со всероссийского турнира в Туле. С чемпионами познакомился Кирилл Мусаев. Бой с тенью, упражнения на ловкость, скорость и координацию, работа на снарядах. Это лишь малая часть из того, что делают молодые спортсмены на тренировках. Занятия каждую неделю и даже по три раза в день. Все, чтобы оставаться в форме и показывать хорошие результаты. Мухаммад Алиси Фербеков из Грайварна в боксе уже 6 лет. В спорт его привел старший брат. Бокс – это действительно для меня как смысл жизни. Я не знаю, если бы я сейчас не пришел бы на бокс, я не знаю, чем бы я занимался, кем бы я был вообще. Бокс он воспитывает в человеке, в мальчике, в таком мужчине. На всероссийском уровне Мухаммад Али уже выступал. Однако победа на соревнованиях памяти заслуженного тренера страны Александра Аксенова открыла дорогу на международную арену. Первое место занял Сифербеков Мухаммад Али. Он стал, так сказать, лидером в этой весовой категории 57 килограмм. И двое ребят – Долинский Владислав и Пушкарев Георгий – заняли третье место. Также вошли в основной состав юношеской сборной России. Перед соревнованиями, конечно же, прошло огромное количество подготовки. Практически полгода мы готовились к этому турниру, потому что он очень важный и для нас, и для всей области. Просваил наш регион и Анатолий Попов из Алексеевки. В Туле на всероссийском турнире по боксу среди мужчин одержал победу в четырех боях и занял первое место. Возрастная категория, 1940 лет. Я перешел в сеньоров. Для меня это были первые соревнования. Готовились, настраивались очень хорошо, потому что соперники все были старше, возрастные, опытные. Этот переход нужен был, и это было неизбежно. Так что просто готовились к обычным соревнованиям. С помощью тренировок преодолевали эти неуверенности. Чтобы довести спортсмена с юношеского бокса до мужчины, здесь как раз должна быть большая работа всей команды. Это и тренер, и федерация бокса, и благотворительный фонд «Айсберг», при поддержке которого мы, как федерация, можем сегодня отправлять ребят на соревнования, сборы, выплачивать стипендии и закупать необходимые инвентарии оборудования. Кирилл Мусаев, Вадим Кулинич. Такой день на Мире Белогоря. Ну а на этом пока все. В студии работала Анна Свидовская. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше интересного в нашем телеграм-канале. Увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи.